Я вас категорически приветствую, Мироника Юрьевна. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня? Мы с вами постепенно подходили к этим темным операциям. В предыдущие разы говорили о, так сказать, легальных действиях ЦРУ и всей инфраструктуры безопасности Соединенных Штатов и их партнеров. Ну, а теперь мы переходим, собственно, к нелегальным. Black Ops. Да, про черные операции как раз и будем говорить. И одно из самых темных дел, которыми занимались ЦРУ, МИ-6 и другие, связанные с ними спецслужбы. Это, дорогие друзья, терроризм на своей территории против собственного населения. Настоящая буржуйская тема. Большевики нам все про это рассказывали. Но теперь, наверное, можно взглянуть с новой стороны уже с документами. Без пропагандистских рассказов, а с документами. Еще как. Итак, есть операции легальные и нелегальные. Ну, условно. То, про что мы говорили раньше, оно было настолько безжалостное и кровавое, что думаешь, ну, куда еще можно дальше. Однако, ЦРУ обязано отчитываться перед Конгрессом. И за действия, и за бюджет. И за деньги. Да. И, между прочим... То есть, это неразрывно связано. На что вы деньги тратите? Конечно. Что вы на эти деньги делаете? На что мы их выделяем? Подтверждение оплаты не всегда получишь в таком деле. Вот. Плюс есть государственные, например, запреты эмбарго на поставки вооружений тем или другим странам. И когда оказывается, что люди из Белого дома или из ЦРУ все-таки поставляли оружие... Получается, скандал. Скандал может быть большим, как, например, Иран Контресс, когда это был 86-й год. Когда в Совете по национальной безопасности, в частности, Оливер Норд... Да. Очень активный тип. Который, кстати говоря, в работе до сегодняшних дней. Ну, нельзя кадрами разбрасываться. С таким опытом. Да. И с такими связями. Представляете, какие его типа связи? Вот. Они поставляли оружие вопреки эмбарго Ирану, а на вырученные деньги поставляли еще оружие некаргуанским Контресс для свержения Артеги тогда. Вот. Скандал был гигантский. И была создана и в Сенате комиссия, ну, даже еще раньше, по расследованию действий ЦРУ. И это была комиссия сенатора Чорча. Чорч как церковь. Церковь. Только вот не надо переводить церковный комитет Сената. Это все-таки комитет сенатора Чорча по расследованиям деятельности Центрального разведывательного управления. Еще в 70-е годы были запрещены, например, политические убийства. Президента Форда тогда это очень огорчило. И они выпустили специальную строку, которая говорит, что никакой чиновник, сотрудник государственного аппарата не имеет право совершать или участвовать в политических убийствах. Ну, значит, надо брать не чиновников, не послужащих. Дело-то нужное. Все равно потребность никуда не ушла. Вот таким образом создаются, формируются такие круги, которые, конечно же, связаны с правительством, но неофициально находятся на государственной службе. Ну, у них же масса такого. Это как про эти, про небезызвестные тюрьмы. Тюрьмы, секретные тюрьмы ЦРУ. Да, конечно. Вот у нас в Гуантанамо это не территория США. Нет юрисдикции. Поэтому тут странные вещи. А если в Литве, Польше или, боже упаси, в самолете, летящем над океаном, это прекрасно. Вы не смотрели такой художественный фильм? Немыслимые. Этот фильм я не помню. Но я знаю журналисты-расследователи, которые первым раскрыли историю секретных тюрьм ЦРУ в 2003 году. Они с коллегой просчитали по хвостовым номерам самолетов. Маршруты этих самолетов повстречались с пилотами, выводили у них информацию. И таким образом весь мир, включая нас, узнал о секретных тюрьмах ЦРУ. Классное дело. Интернет. Все вообще вылезает. Журналисты-расследователи работают лучше спецслужбы иногда. По наводке, наверное, работают. Тоже вариант. Кино. Про то, как американец, бывший сотрудник, приняв ислам, купил в Казахстане уран, сделал три атомные бомбы. Ну, в кино сначала две. И где-то их спрятал. И встает вопрос. Можно его пытать или нет? То есть, там от лица сотрудницы ФБР, которую, значит, приводят в какой-то... Тебя послали туда. Она пришла. И вот, значит, гражданин привязанный. А его специалист из ЦРУ пытает. И она ему говорит, вы что делаете? Он же гражданин США. Вдумайтесь. Не... Почему вы пытаете человека? Что вы делаете с человеком? Да. Он гражданин США. Не переживай. Гражданство его уже лишили. Можно пытать. Все нормально. И дальше там в кино... Фильм отличный вообще. Одни разговоры. То есть, помещение. Там одни разговоры. И там все время присутствует государственный человек. Который на все это смотрит. А сотрудник ЦРУ, который пытает его, он видит, что тот все уперся и дальше не скажет. Надо чем-то воздействовать. Чем? Он, говорит, не скажет. А что делать? У него дети есть. Ведите детей. Будем детей пытать. Ну, тут тетка из ФБР. Вы вообще рехнулись. А тут государственный чиновник вынимает из кармана пистолет. Ей в лоб. Вези детей. Ты тут хорош разглагольствовать. Страшно. В общем-то. Конфликт внутри спецслужб. Да. Извините. Что-то мне это сильно напоминает те материалы, которые иногда приходится читать. Ну, в частности, про Джину Хаспел, бывшую директора Центрального разведывательного управления, которую назначил Трамп. Которая, собственно, и заведовала секретными тюрьмами НАТО. В частности, в Таиланде. И вот, собственно, непосредственно всем этим занималась. Ее прозвище – Кровавая Джина. Блади Джина. Заслужить такое надо, в общем-то. Видимо, она в этом преуспела. Так. Ну, что же. Вернемся к нашей истории. Благодаря кому мы знаем... Широкая аудитория знает про операцию Бладио. Я покажу первое издание этой книжки. Швейцарский исследователь Даниэль Ганзер. Молодой парень. Швейцарец. Хорошо родиться швейцарцем по части изучения языков. Ты сразу знаешь четыре языка местных. Английский, французский, немецкий, ну, и английский. Партон, какой еще итальянский. Итальянский, да. Он доучил еще несколько языков, чтобы работать во всех архивах, где он исследовал. Вот. И в результате у него вышла вот такая книга «Секретные армии НАТО. Операция Гладио и терроризм в Западной Европе». Вероятно, у нас в стране про это все знали. Я чуть позднее расскажу, каким образом мы могли об этом знать. Но эта книга, наверное, скорее для узкого круга людей. Мало кто интересовался такими работами раньше. 1969 по 1987, т.е. на протяжении 18 лет, в Италии постоянно происходят террористические акты. И свинцовые 70-е не зря так назывались свинцовыми, потому что постоянное кровопролитие. Как вы думаете, сколько терактов произошло за 18 лет? Ну, примерно. Не знаю. 14,5 тысяч. Вот представьте, я тоже чрезвычайно удивилась. Круто 200 – это тоже много для страны в 60-е и 70-е годы. Ну, вот я это, извините, чуть-чуть отскакиваю. Вот у меня в памяти все время, что там лютуют какие-то красные бригады непрерывно. Там все время что-то происходит. Кого-то украли. Кого-то украли у них. От целого премьер-министра, между прочим. Да. Альдемору. Там все время стреляют, взрывают, стреляют, взрывают, стреляют, взрывают. И было непонятно. Вот сейчас мы про это и поговорим. Красные бригады – это кто? Коммунисты? Что-то они там... Если красные, то коммунисты. Да. Однозначно. Левые, без сомнения, связанные с Советским Союзом, который стоял за ними. Да. Будем разбираться. Итак, 1969 год. Один из первых терактов. Взрывается автомобиль. Погибают три карабинера. Это вооруженная полиция, военизированная полиция в Италии. Еще один ранен. И затем анонимный звонок, ответственность ложится на красные бригады. И арестованы 200 коммунистов после одного такого случая. 1969 год. Под Рождество Рим. Пьяца Фонтана. Отделение банка, куда приходят фермеры, сдают денежки перед Рождеством. 16 человек погибли. Несколько десятков ранены. Затем гигантский в 1978 году самый крупный теракт на вокзале города Болонья. 85 человек погибли. Очень много. Около 200 ранены. И снова ответственность ложится на красные бригады. Снова арестовывают левых коммунистов. Ищут связи и так далее. Давайте посмотрим, в каком контексте разворачивается вот эта террористическая война против собственного населения, которую вроде бы левые ведут. Итак, апрель 1963 года. На выборах коммунисты берут 25%, плюс еще 14%. 39% 14 социалистов. То есть, коалиция образуется в 39%. А христианские демократы в Италии, ведущие до тех пор силы, им проигрывает 1%. Но все равно, тем не менее. Таким образом, впервые коммунисты и социалисты становятся лидирующей силой. Значит, они могут доминировать в парламенте. Могут назначать своего премьер-министра. А пока премьер-министром является такой левый христианский демократ Альдо Моро в 1963 году. И сколько времени потребовалось крайне правым для того, чтобы собрать силы против них и устроить переворот на самом деле. К вечеру. Ну, чуть-чуть побольше, потому что нужно было больше собрать. Нужно было также проконсультироваться с американскими кураторами. И плюс удивительным образом для ультраправых итальянцев президент Кеннеди в 1963 году как-то нерезко отреагировал на победу левых в Италии. В общем-то, даже поздравил с хорошими выборами. Я не хочу вникать в причины убийства президента Кеннеди. Это одна из тем, которыми можно заниматься всю жизнь и ничего не выяснить. У нас гораздо больше есть. Много более полезных тем для исследования. Вот. Но одной из причин убийства Кеннеди приводит вот это его согласие с ситуацией, с результатами выборов в Италии. И тогда итальянская мафия как бы с этим не согласилась и решила ликвидировать. Но это, без сомнения, недостаточная причина для того, чтобы убивать президента все-таки. Я бы сказал, по всей видимости, убить кто-то другой решил. Но поручили итальянской мафии. Так, я думаю, правильно. И много чего поручали в Америке. Вот. То есть, в марте 64-го года президент Кеннеди был убит в ноябре 63-го, то есть, пять месяцев спустя, марк 64-й, глава карабинеров некто Джованни де Лоренцо, который до того был главой спецслужбы в Италии, создает, дестабилизирует ситуацию. С другой стороны, сети Гладио уже в действии, и человек по имени Ренцо Рокко устраивает взрывы в офисах христианской демократической партии и в редакциях нескольких газет. Естественно, сразу опять же возлагается ответственность на левую силу. А затем в мае, через два месяца, происходит празднование 150-летия создания карабинеров, и де Лоренцо, глава карабинеров, вводит технику в Рим и оставляет ее там, чтобы премьер-министр Альдоморо понимал, что тут стоит. И параллельно НАТО проводит учения также, чтобы правительство Италии видело, какие силы собраны. А почему они так хотят это показать Альдоморо? Как говорили, Альдоморо, такой левый христианский демократ, он был готов включить коммунистов и социалистов в правительство Италии. Поэтому вот эта серия событий называется переворотом пиано-соло, соло для фортепиано. И это был такой первый силовой, хотя и не очень заметный для внешних наблюдателей, была смена режима. Альдоморо был вынужден встретиться с Лоренцо, и он понял, что у него вариантов действий мало, и они заменили в правительстве социалистов на более умеренных людей, так сказать, которые не собирались, на самом деле, слишком много делать. Так, через четыре года, т.е. в 68-м году Ренцо Рокко решает поговорить со следователями. Следователи... Все-таки расследование ведется, и он готов беседовать со следствием. На следующий день его находят мертвым дома. На самом деле... Я даже не знаю, что сказать. Это же все государство насквозь пронизано. Конечно. Так оно было. Т.е. полиция, спецслужбы, армия. Все в кучу. Обалдеть. И мы это будем видеть по ходу рассказа. Насколько все силовые части государства, ну и политические тоже, были вовлечены в эту операцию. Однако. Так так. В 74-м году Альдо Моро, он снова премьер-министр, едет с президентом Италии в Вашингтон. И обсуждает... Нам-то странно, почему он должен это обсуждать с американцами, но он все-таки обсуждает возможность включения коммунистов и социалистов в правительство. Там им говорят, итальянцам, вы прекращаете эти игры, либо дорого за это заплатите. 74-й год, 76-й, снова проходят выборы. Коммунисты получают самые высокие результаты. На выборах 34,5%. Представляете, насколько сегодня это сложно российским людям представить себе, что коммунисты не в Советском Союзе, а в Италии получали такие высокие результаты. И Альдо Моро думает, ну, народ проголосовал, изъявил волю. Значит, то вашингтонское требование, наверное, уже не действительно, если коммунисты по факту так лидируют. И в марте 76-го года он принимает решение включить коммунистов и социалистов в правительство. Это стало известно как исторический компромисс, потому что нечасто происходило. Он собирает все бумаги и это соглашение, садится в машину, на перекрестке его автомобиль блокируется, охранников убивают, его увозят. Похищает. Да. Через 55 дней его труп, прошитый пулями, найден в багажнике автомобиля, припаркованного между штаб-квартирой партии ХДС, христианских демократов итальянских и коммунистической партии. Естественно. Опять ответственность возложена на красные бригады. Возможно, кому-то непонятно, вы представьте, что в России вот так украдут премьер-министра, боже упаси, и убьют. Это... Я даже не знаю, что сказать. Как это такое? У нас это очень сильно невозможно. Ни в какие времена. Безумие. Ну, и при этом вот мне все время интересно, как это опять во всем обвинили красные бригады. Это вы как-то на них вышли в ходе следствия? Вы знаете этих людей? Да. Потому, что, например, после каждого теракта какие-то элементы, взрывчатка подбрасывалась в офисы каких-нибудь левых организаций. Толково. Толково. Да. Улики уничтожались. Расследования, которые вела честная часть полиции, специальных служб. Все. У них ничего не получалось каждый раз. И вот таким образом ситуация тормозилась. Но коммунисты подозревали, что все это организовано действительно против них. И мы увидим, что и даже те в ЦРУ, которые не участвовали в черных-черных операциях, были в официальной части, тоже подозревали то же самое, что это их темная часть, которая организует вот такие диверсионные операции на, давайте подчеркнем, территории государств-членов НАТО. Убивая собственных граждан. Собственно, не повинных, не только левых, а вот всех, кто окажется напьяться фонтаной или в вагоне железнодорожной станции Болония. BBC сделала замечательный фильм, как это ни удивительно, длинный фильм на два часа. Я дам ссылочку. Под роликом, да. И там, увидите, в самом начале рассказывает один из террористов, которого зовут Винченцо Винчигера. Он очень четко, внятно говорит, без единого лишнего слова в фразе. Вы думали, что Вторая мировая война закончилась? Думали, что вы победили фашизм? Вторая мировая закончилась, но сразу же началась Третья мировая. Каждый раз в каждой стране в этих сетях, в местных сетях гладио участвовали нации. Фашисты, нацисты. Скорее, нацисты. Все, кто готовы убивать ради своей идеологии. Почему ответственность возлагалась на красные бригады? И как можно было каким-то образом доказать, что это красные бригады? Конечно же, радикальный народ очень часто мигрирует из ультрафравой организации в ультралевую организацию. Анархисты вообще не левые, если они против любого государства. Плюс, конечно же, спецслужбы и как раз их нацистская фашистская часть инфильтровала вот эти ультралевые организации, чтобы и их увезти с какого-то левого, если там было что-то здоровое, с левого пути. И для того, чтобы их руками совершать вот такие преступления против, собственно, народа. Все это реализовывалось в рамках стратегии напряженности. То есть, нужно было создать напряженность в обществе, запугать людей, чтобы они боялись левых, а значит, Советского Союза, который стоит за местными левыми. И укрепить таким образом НАТО. Потому, что кто вас может защитить от Советского Союза и от этих всех левых, это только НАТО. Только НАТО. И еще третья очень важная причина – выжать левых из правительства, из парламента и из политической жизни. Это были три основные цели операции «Гладио». В каждой стране именно таким образом и реализовывались. Еще интересный есть фрагмент в самом начале фильма «Би-Би-Си». Вы увидите, говорит, американский сотрудник. Он сначала работал в ОСС, как они все, офис стратегических служб и управление стратегических служб по-русски. И затем в ЦРУ. И он рассказывает в Италии про то, как приезжает Джеймс Англтон. Англтон – одна из крупных фигур в истории Центрального разведывательного управления. И он в Италии начинает рекрутировать фашистов. Ну, вот еще 40... Сразу после Второй мировой войны. И он объясняет вот этому спикеру, что единственный и самый эффективный путь бороться с коммунистами – это брать фашистов. То есть, после того, как Советский Союз разгромил Третий Рейх, вся эта фашистская сволочь. Всех, кого мы пытались, но не могли посадить на скамьи Нюрнбергского трибунала, а все эти мерзавцы переходили на службу к Соединенным Штатам. В каком кадре, в каком формате это делалось? Глава разведки Третьего Рейха, разведки на Восточном фронте Третьего Рейха генерал Рейнхард Геллен. В марте 1945 года он прячет все свои досье где-то в горах. В мае сдается армия генерала Паттона. Надо знать, кому сдаваться. Уже летом он его перевозит в Вашингтон, там он встречается с Аленом Далесом. Ключевая фигура в рядах ЦРО, хотя и не первый директор ЦРО, но один из главных архитекторов и создателей этого управления. И они договариваются, что Геллен переходит на службу Соединенным Штатам, и на их деньги, и с их ресурсами продолжают ту же самую борьбу. Понимаешь? Дело-то нужное, да. Это было очень выгодно для Соединенных Штатов, у которых на самом деле не было настоящей разведсети против Советского Союза. Они только-только выходили на мировую арену. И только в начале войны было создано управление стратегических служб. И тут им Геллен очень сильно пригодился. То есть, Геллен продолжал свою борьбу руками и на деньги американцев. И так совпало, что борьба-то вообще-то против того же самого врага, против Советского Союза. Как-то так совпало, что интересы США совпали с интересами Адольфа Гитлера. Да. Прекрасно. И всей цивилизованной Европы. Тоже. Факт. Затем на протяжении последующих месяцев лет нужно было этих наций недобитых выудить из лагерей, куда они попадали. И это была крупная операция по сбору сил. И легализовать их каким-то образом в пространстве. Уже в американском пространстве это все активно делалось, в то время как мы их искали и требовали у Соединенных Штатов предать суду. И мы прекрасно знали, кого они собирают. Понимаете? Этого не случилось. И примерно около пяти тысяч агентов было в сети Гелена против Советского Союза. Представляете? Сифра. Да. От Владивостока до Сантьяго до Чили. Вот такая широкая сеть. И от совершенно головорезов. Кстати говоря, не помню, сказали мы это в программе про Кембриджскую пятерку. Но тогда участники Кембриджской притерки предупреждали Советский Союз, что какая-то подобная сеть создается. Еще в 1944 году вышло в Третьем Рейхе распоряжение о том, что нужно на нелегальный режим переводить эсэсовцев и СД. Помещать их в лагеря. Да, пусть они будут в лагерях. Там дальше разберутся. Но сохранятся. Будут живы во всем этом случае. Сохранятся. И эсэс тоже продолжила вот таким образом свое дело. Не убегут, не законспирируются. Все у нас на учете. Как понадобится... Еще один очень известный тип из этой линии. Адольф Хойзингер. Адольф Хойзингер один из главных авторов плана Барбаросса. Ну, такое добро должно же пригодиться Соединенным Штатам. Ну, и что вы думаете? После войны, конечно же, Хойзингер сначала отсиживается в организации Гелена. Вот эта сеть называлась Геленорг. Организация Гелена. И потом молодой президент Кеннеди в апреле 1961 года желает сам представить нового главу военного комитета НАТО. Кеннеди становится глава плана Барбаросса. Какая прелесть. Господи. Адольф Хойзингер. Та книжка, которую вы смотрите, это книжка замечательная. Ее автор Филипп Эйджи. Филипп Эйджи – первый разоблачитель ЦРУ. Он работал в 60-е годы в Латинской Америке. Сперва в Уругвай. Он ужаснулся тем, что ему приходилось делать, включая пытки. Причем пытали сотрудники ЦРУ людей, которые ничего не знали. И ЦРУ знало, что они не знали. Это уже из садизма ради практики. Кто их знает. Ну, как кино, да. Давай поливать. Что я буду пытать. Вот. И это первая книга, которую написал Филипп Эйджи. Inside the Company. Дневники ЦРУ. Она есть на русском языке где-то в интернете. Не знаю, насколько ее официально переводили и издавали. Вот. Мне эту книжечку удалось достать в ликвинистическом магазине в Нью-Йорке. Я в этот магазин ездила с чемоданом. Потому, что невозможно было устоять. Полезная, да? Не читал. Не знаю. Так что Филипп Эйджи, пожалуйста, находите в интернете. Очень интересное чтение. Это действительно дневник, и он рассказывает, чем они занимаются. И такое описание процесса, ежедневного процесса достаточно ценно. Если вы хотите так изнутри понять деятельность Центрального разведывательного управления, ну, и других спецслужб также. Как весь мир узнал об операции Гладио? Да. Гладио, она называлась в Италии... Гладио – это меч по-итальянски. В других странах, во всех странах НАТО существовали подобные подразделения. Мы потом скажем про несколько стран для примера. И как народ начал об этом узнавать? В 1988 году Сенат Италии создает комиссию по расследованию обстоятельств этих терактов. Ну, и до того были судьи, которые пытались что-то понять. Сложно было довести расследование до конца. Потому, что свидетели исчезали. Улики исчезали. И состава преступления вроде как нет. Кого-то арестовывали, либо их арестовывали. И вроде как дело закрывалось. Это, кстати, типичный итальянский подход. Нет тела – нет дела. Свидетелей. И свидетелей нет. Никого нет. Ну, давай расследуем. А все остальные молчат. И это, конечно, требовало участия самых разных частей силового государства, включая судебную систему, чтобы такое большое количество терактов как-то замять. Да. Однако, создается эта комиссия. И комиссия посылает запрос в ЦРУ на основе закона о раскрытии информации. Есть такой закон. Закон ФОЯ. Закон о свободе информации. И, да, американские граждане и граждане других государств имеют право запросить информацию по интересующему вопросу. И ЦРУ, если это не вопрос ультрабезопасности, обязаны ее предоставить. ЦРУ отвечает итальянскому Сенату, союзнику по НАТО. Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию. Вообще вам не за чем знать. Ловко. Ловко. Каждый раз, когда информация верна, ЦРУ отвечает – не можем ни опровергнуть, ни подтвердить. Это стандартная фраза для того, чтобы... Люди на самом деле понимают, что информация есть, но они ее не получат. Далее. Да, кто в НАТО этим занимался? Был такой в НАТО комитет по... Allied Clandestine Committee, комитет по подпольным операциям. Занимался он, координировал эти операции из Брюсселя. Была еще такая структура, она по английским инициалам называется «Shape Supreme Headquarters Allied Powers Europe». Они ничего не отвечают, естественно. НАТО ничего не подтверждает и не опровергает. Скорее, чаще опровергает все-таки. В 2000 году Даниэль Гансер посылает очередной запрос в рамках закона о свободе информации в ЦРУ и просит ответить на конкретные вопросы. Ему еще раз отвечают, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Он отправляет такой протест, контрнапрос, потому что можно и в суд еще подавать, и тогда, может быть, что-то получишь. Но и многие годы спустя он также не получил ответа, несмотря на то, что пытался бороться за эти ответы. Это очень хороший пример такого исследователя, который идет и идет и идет вперед. И пытается добиться правды. И, на самом деле, руководствуясь теми высокими идеалами, которые записаны и в конституциях государств. И есть еще один интересный эпизод в этом деле. После одного из терактов были проведены обыски в ультраправой неонацистской организации под названием «Терц оппозиционы» – третья позиция. Ее возглавлял человек по фамилии Фьоре. Этот парень, пытаясь избежать расследования, уезжает в столицы Великобритании, городе Лондоне. Лондона выдачи нет. Ну, может быть, часть этих операций из Лондона и управлялась, поэтому его просто вернули на базу. И мы же говорим про НАТО. Фьоре проводит лет двадцать в Британии. Там тесно сотрудничает с британскими нацистами. И в какой-то момент возвращается в Италию. И создает партию «Форца Нуова», «Новая сила». Когда вы видите что-нибудь такое про новое. «Новый порядок», «Ордины Нуова». Это оно? Это всегда оно. Это новый порядок по Гитлеру. Я пока еще не видела такую итальянскую организацию со словом «новый», «новая» без того, чтобы это не были нации. В кино ведь часто встречается. То есть, все эти нью ордеры в Америке. Это настолько распространенное выражение. Конечно. Когда начинаешь понимать, просто по-другому смотришь фильмы и новости, кстати говоря, тоже. Создает партию. И, представьте себе, возвращается в Италию и становится депутатом Европарламента. Ни много, ни мало. И фашисты есть в Европарламенте. Их небольшое число. Но «Форца Нуова» – это одна из таких партий. В 2013-2014 году они заявляют себя друзьями России. Вот эти мерзавцы. Они начинают выступать в пользу Крыма. Это Крым российский. Так. Что они думают про Россию, про Путина, мне сложно говорить, чтобы они считали, что Россия им ответит этим. Но, видимо, они знают, что есть в России люди, которые способны сказать им «да» и пригласить их. Представьте себе, эти мерзавцы приезжали и в Россию. В Петербурге в 2015 году проводился так называемый международный консервативный форум, где вся эта недобитая сволота участвовала. Включая Фьоры. Однако. Да. Когда я об этом сказала в одном из эфиров с Владимиром Соловьем, в те годы как раз, через несколько дней мне пришло письмо от этого Соловьера, которому российские друзья сообщили, что я нелестно о нем отозвалась. И обнародовала слухи о том, что он участвовал. Да, он подозревался. Да, он бежал в Великобританию. Наговариваете вы на нашу семью. Это было написано даже в газете Guardian. Да. Я ссылаюсь на Guardian. Они пытались выставить себя друзьями России и предлагали свои лоббистские услуги в Европейском парламенте. Представляете, какое оскорбление? Обалдеть. Но это значит, что вот этот ряд вот эти водные о подозрении в терактах, о его благополучном проживании в Лондоне все-таки говорит о том, что эти люди пытаются проникнуть в Россию и установить связи. Вот нам только не хватало еще террористов, черных натовских террористов в качестве друзей России. Но кто-то есть в нашей стране, способный их приглашать. Это значит, что эти сети есть и у нас. Несомненно. Сторонники. Да. Вот видите, знать историю – это иногда накладно, потому, что начинаешь разбираться в текущих событиях. И когда имена из свинцовых 70-х всплывают в сегодняшней российской прессе на русском языке, становится немножко не по себе. Страшно. Да. Потому, что Россия сегодня не Советский Союз. Я считаю, что это изощренное оскорбление нам. Что они сюда лезут и называют себя нашими друзьями. Может, действительно рассчитывают здесь найти друзей. На Украине же нашли друзей замечательных. Там же есть такие. Наверное, есть и у нас друзья. Может, им надо помочь, этим замечательным людям, которые рвутся к власти, оказать помощь материальную, военную, в конце концов. Чтобы они эффективнее к власти пришли и правили Россией так, как надо. Ну, это как раз те силы, которые могут реализовывать перевороты. Ну, в целом... Я повторюсь. Это что же за размах такой у организации, когда в унисон действует МВД, госбезопасность, армия. Это как это так? Давайте посмотрим, как это делалось во Франции. Франция вместе с Италией и Грецией – это та страна, где коммунисты, социалисты, левые силы, в общем случае, должны были прийти к власти после войны, потому что они вынесли на себе основную часть борьбы против нацистов и были чрезвычайно популярны среди населения. Итак, первые послевоенные выборы, муниципальные выборы во Франции в 1945 году, там коммунисты получают 30%, социалисты – еще 11%, 41%. В следующем году, в 1946 году проходят парламентские выборы, коммунисты вновь получают 29%. То есть, у них есть все основания быть в парламенте и быть в правительстве тоже. Поэтому их… Надо что-то делать. Это точно. И надо что-то делать, понятно, американским кураторам, но и силам внутри Франции. Да, собственно, тем, кто были коллаборационистами, кто сдал Францию и был в составе правительства Виши, между прочим. Их было немало, едва ли не… Не буду говорить, там половина или наполовину, цифры ненаучные, но было предостаточно. И так создается план. Операция, она называется Blue Plan, то есть, синий план, для того, чтобы Франция не покраснела. Через несколько лет, правда, этот план развенчивается, но все мелкие интриги и крупные усилия для того, чтобы не допустить левых к власти. И нужно делать как-то по-другому, понимают, и во Франции, и в Соединенных Штатах. Была во Франции тогда, сразу после войны, служба Главного управления по научно-исследовательской информации. В ней было немало левых. Поэтому эту службу закрывают и создают новую, где левых уже нет совсем – SDEC. Она называется – SDEC. Вот эта служба. И, понимаете, они уже целенаправленно собирают информацию о левых, против левых, и исключают их из любых организаций политической структуры, законодательной структуры. И, собственно, преследование левых вот таким образом начинается. Генерал Деголь расположен к России, но антикоммунист радикальный. Во Франции было очень много специальных подразделений, огромное количество, и операции, конечно, жесточайшие проводились. И в Индокитае колонии Франции, и в Алжире. Помним, что противники свободы Алжири, потому что генерал Деголь был готов дать независимость Алжиру, создают организацию ОАС – Организация секретной армии. Ну, и там идет, на самом деле, гражданская война между одной частью французов, которые хотят оставаться колонизаторами, и другими французами, которые не хотят быть колонизаторами. ОАС настолько хочет оставаться колонизаторами, что они организуют серию последовательно терактов, покушений на Деголя. Каждый раз он выживает. Но, тем не менее, покушение на президента – это тоже вариант. С другой стороны, Деголь создает подобную организацию по инициалам – это САК. Называется что-то гражданского действия, но, тем не менее, действия совершенно не гражданские. Сеть Гладио во Франции называлась «Роза ветров». Она была создана в 1949 году после того, как «Синий план» развенчали. В 1949 году была создана и НАТО, и «Роза ветров» – это как раз повторение эмблемы НАТО. Деголю как-то сложновато было принимать потом действия организации, которая не полностью ему подконтрольна. Поэтому он пытается заместить деятельность «Роза ветров» – это свой более послушный САК. – это все очень сложно происходит. И в 1990 году, когда итальянское расследование уже идет полным ходом, часть итальянских данных стала публичной, и премьер-министр Джулио Андреотти выступает и рассказывает про Гладио. А Франсуа Миттеран тем временем все отрицает. Неизвестно, что взяла Андреотти, какие у них были отношения, мне неизвестно. Но Андреотти вдруг говорит – нет, Франция была тоже в деле. И, кстати говоря, на последней встрече в Брюсселе в октябре 1990 года французы там присутствовали, как говорит итальянский премьер-министр. Забавно, да. Партнеры. На что министр обороны Франции Жан-Кьер Шевенмон не находит ничего лучшего, как ответить – нет, она вела себя пассивно, только информационную работу совершала. Хорошо сказал, да. Можно было и отрицать, вообще-то говоря. Для начала министру обороны, если ты эти функции выполняешь. Французская история очень сложная и запутанная, но, тем не менее, радикальный антикоммунизм, как и в Италии, у последователей, у коллаборационистов Третьего Рейха сохранился. И вот еще раз, когда будете смотреть фильм «Би-Би-Си», Винченцо Винчигеро – террорист. Настолько четко это объясняет. Нам сложно это понять, что Вторая мировая закончилась, и фашизм разгромлен. Нет. Война продолжается. Продолжается Вторая мировая или начинается Третья. И все эти сети остались. И они продолжают свои действия. И ничего доброго они не задевают. Нет. Ну, не то чтобы недоброго, но они готовы на все. И они сражаются не столько за деньги. Им, конечно, платили. Но они за идеи свои. В Испании, в Португалии все было проще, поскольку там были и так фашистские режимы. И, кстати говоря, нации из других европейских государств стекались туда. И если кто-то будет расследовать, исследовать дальше эту тему, обратите внимание на организацию «Аджинтер Пресс» в Португалии. Это никакой не издательский дом. Хотя, может, отдельно книжки они издавали. Это центр координации боевых действий террористического порядка в Европе. Это чтобы открыто такое было? Да. Да-да-да. Наверное, мало кто знал тогда-то. Простые люди не знали. Но это хорошо известно исследователям ультраправых операций. «Аджинтер Пресс». Один из деятелей французского террористического подполья Герен Сырак тоже переместился в Португалию. И, кстати говоря, Винченцо Винчигера считает террорист, считает Герен Сырака, француза, гением террора. Это вот те важные имена в этом поле, которые стоит помнить. Потому, что вы их и сегодня встретите. И еще один очень известный итальянский террорист – Стефано де Лекьяи. Не слышал. Да. И они встречаются, они координируют между собой всю эту работу. Там же объявляется в Испании, в Португалии Ото Скорцени, любимый диверсант Гитлера, который продолжает, собственно, свою профессиональную деятельность. Стефано де Лекьяи создал массу неонацистских организаций. И, вообще, надо сказать, что в Италии, во Франции в послевоенные годы их было очень много. Они часто запрещались. Тогда выходили новые организации из тех же кругов. Создавались новые. Между ними были какие-то споры. Поэтому это сообщество ультраправо и неонацистское постоянно было в движении. Им же нужно было к мирной жизни тоже как-то подстроиться, пристроиться. Но, тем не менее, в любом случае, боевых акций они совершали предостаточно. Национальный фронт французский тоже принял немало таких членов. И в окружении Марин Ле Пен, сегодняшнего лидера Национального фронта, как бы она его ни переименовывала, есть ее старые друзья, которые отмечают день рождения Адольфа Гитлера, который прекрасно двигает. И параллельно управляют деньгами, управляют избирательной компанией. Нам все время рассказывают СМИ, какая она хорошая. Она такая правильная. Что ты там грамотно сказала? Она женщина. Она блондинка. Она такая милая. Она за Крым. Она друг России. Но это если вы слушаете то, что она говорит, если вы чуть посмотрите историю, и даже недавнюю историю посмотрите те имена, которые окружают, и кто входит в состав сегодня даже, вы еще раз там поражаетесь, когда слушаете новости на государственных каналах. Потому, что если посмотрите в истории, что делал папаша Ле Пен, парашютист. И, кстати говоря, в подготовке всех этих неонаций для террора участвовали силы специальных операций британские САЭС. Очень много. И во Франции это был одиннадцатый ударный парашютистский батальон. Что-то такое. Что парашютисты там были очень активно задействованы. Самые, так сказать, физически развитые, обученные. Я даже не знаю, что сказать. Цензурных слов просто нет. Обалдеть. Но все цензурные слова заканчиваются, когда они делают свои подходы к России. И когда эти подходы принимаются вот там уже точно. Нет никаких слов, чтобы описывать происходящее. Ну, как нам теперь рассказывают. Мы должны солидаризироваться всем. Солидаризироваться. Это от слова солидарность или от слова солидаризм? Наверное, солидаризм. Ну, оно же как. По-русски-то это сплочение. Надо сплотиться нам. Вот смотрите, какая разница. Это между солидарностью и солидаризмом разница такая же, как между партией социалистической и партией национал-социалистической рабочей. Да. Понимаете? Конечно же, фашист еще с 30-х годов, Гитлер в частности, пытался занимать термины левого движения, коммунистического движения, чтобы привлекать дезориентированных левых либо рабочих необразованных. Люмпин пролетариат, назлобленный в свои круги, поэтому жонглировал вот такими терминами. На здании НСДАП, между прочим, стоит социалистическая и рабочая. Да. Точно так же Трамп делает что-то для рабочих. Он делает это вот в том смысле, в котором делалось раньше его идеологическими единомышленниками. Понимаете? Ну, в общем, поскольку у нас теперь коммунизма больше нет, было бы крайне удивительно, если бы эти граждане не полезли к нам. Вот то, что они лезут, это, на мой взгляд, вполне для них, естественно, здесь унавоженная почва, ростки. Вот как на Украине хорошо получилось. Давайте и у вас. Да. А коллаборационисты были и в России? Естественно. Да. И единомышленники... Не хочется это хорошее слово в отношении мерзавцев использовать, но у них тоже есть. И Российская Федерация сегодня не социалистическое государство. Это Советский Союз победил фашизм. Да. Понимаете? А фашизм – это просто самая агрессивная часть и стадия капитализма. Россия сегодня капиталистическое государство. Так что фашизм как средство может быть использован и против российского народа, естественно. Ну... Всем, кто недавно живет в нашей многонациональной стране и всего возраста не понимает, Россия для русских, Москва для москвичей – это вот как раз оно. Конечно. Это первые только позывы. Только первые. Туда же хватит кормить Кавказ? Естественно, да. Леша Навальный. Кто не в курсе, Леша Навальный у нас предлагал прекратить кормить Кавказ. А вот у нас есть такой замечательный геополитический партнер. Страна под названием Турция. С которой мы напряженно дружим лет пятьсот. А у них там есть такая замечательная организация «Серые волки». Представитель которой, помню, покушался на Папу Римского. Точно. Когда сбили наш самолет в Сирии, там эти граждане с волшими ушами бегают. А они как? Они точно так же. Представьте себе. Естественно, в Турции тоже были свои нацисты. Один из главных представителей Третьего рейха в Турции, Аль-Парслан Тюркеш, продолжил ту же самую работу вместе с Соединенными Штатами. После войны Второй мировой он прошел подготовку в Соединенных Штатах и затем координировал радикальные действия на территории Турции. И «Серые волки» стали частью вот этих радикальных подразделений, которые не только совершали акты насилия, но и делали перевороты. После того, как Аль-Парслан Туркеш вернулся в Турцию вместе с еще одним человеком по имени Рузий Назар. Рузий Назар начинал в 1941 году в Туркестанском легионе СС. Как у них принято у всех. Спать. Все очень последовательно. Все то же самое. От страны в страну. Вы посмотрели в оглавлении. Примерно тот же паттерн. Паттерн тот же. Разные имена и некоторые варианты. Ну, если работает, зачем что-то новое изобретать? Прекрасные люди. Кадры решают. Все. Давай тащи их сюда. И это также подтверждает координацию из единого центра, из НАТО. И, естественно, характер участников-исполнителей, которые везде были задействованы, это всегда нации-неонации. Неонацисты даже не знают, с какого момента начинается НИО. Потому, что они точно такие же старые нации. Олды. Прекрасная организация. Прекрасная. Поэтому... Да. Рузий Назар после войны проводит немало времени в такой американской организации, куда они собирали антисоветских... Антисоветские народы. Антибольшевистский блок народов. Это так и называлось. АБН. И там были... Ну, все. Там были все представители всех советских республик. Ну, естественно, это коллаборационисты, которые отбыли в Соединенные Штаты, Канаду или еще куда-то. От Украины там были очень известные Стытько. Ярослав Стытько, один из главных коллаборационистов, вместе с немцами вошел во Львов. И начались погромы. Но затем его жена Ярослава Стытько стала членом Рады и была самым возрастным ее членом, как бы главный авторитет в Раде. Вот. Вся эта кампания была собрана американскими кураторами национальностей в антибольшевистский союз, антибольшевистский блок народов, простите. Была еще одна организация с подобными функциями World Anticommunist League, Всемирная антикоммунистическая лига. Коротко. Говоря о Вакл, как думаете, кто стал представителем Вакл, созданной в Тайване... Все нации собрались. Представителем Вакл в Москве в 1990 году. Вот когда уже можно было все, включая завоз фашистов-нацистов. Кто же? Гавриил Попов. Боже мой. Ну, этот-то да. Я помню его замечательную заметку этого гения и интеллектуала в журнале «Науки и жизнь», где он подробно объяснял, как надо узаконить взятки. Их же все равно дают. Просто чиновник лучше работает, когда он получает взятку. Не надо с этим бороться. Давайте вот как-то зафиксируем. Налоги будет с нее платить и лучше работать. Представляешь? У меня от такого полета мысли... Ты в своем уме вообще? Ну, двух генерала Власова еще не то скажет. А вот, да. Вот. Ну, это, наверное, самое невинное из того, что они замышляли. Кстати говоря, вот когда показывают пустые полки в Москве, особенно в 1989-1990 году, когда... И это Попов сам рассказывал, они останавливали поезда с продовольствием на подходах Москвы, чтобы эти полки были пустыми. Нужно было создать возмущение населения. Оно тогда... Ну, для всех, у кого хоть что-то в башке было, это все было очевидно. То есть, пропажа из продажи курева, сахара и моющих средств... Я, конечно, не знаю. В Советском Союзе могло не быть духов Кристиан Диор. Но вот с хозяйственным мылом всю жизнь был полный порядок. Если хозяйственное мыло и стиральный порошок исчезли... А что, в фабрике заводы встали? Нет. Интернета не было. Но все равно можно было позвонить и узнать. Работают? Работают. А где все это? Нет. Дефицит. Это виновата советская административно-командная система. Это ты виновата, а не советская система. Это ты. Это лично ты пакостил. Вот про что кино-то снимать надо. Что-то никому не интересно. А ведь как познавательно. А кого же это ты сюда тащил, говорил Попов? Что это за люди, с которыми ты дружишь? Оно, конечно, странное. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но как афоризм, вполне годится. А кого они тащили сюда? В Советский Союз. И, собственно, был тогда в политбюро Александр Яковлев. Замечательный человек. Да. Который прошел, по всей видимости, очень хорошую подготовку в Соединенных Штатах, когда он поехал в Университет Колумбии. И из четырех человек оказался один предатель, но еще Яковлев. Если он не предатель, то кто он еще? Вот. И они... Это было в одном из интервью. Участники этого разговора. Они решили завозить тогда в Советский Союз в 89-90-е годы из Америки. Чем хуже, тем лучше. Чем более махровый антисоветчик, радикальный, тем лучше. Вот таких людей они привозили в качестве американцев или русских американцев в Советский Союз. Это все была подготовка. Активная фаза. Перевороты контрреволюции. Я одного такого, помню, застал. Как-то раз в наш питерский университет приехал гражданин Буковский. Которого на Сальвадо... На Карвалана меняли. Приехал выступать в университете. Мы с Дементием пошли. Взяли с собой видеокамеры, чтобы все записать. А я когда-то читал книжку его. Называется, по-моему, и поднимается ветер. Где он там... Во Владимирском Централе сидел. Которому посвящен известный хит. И там достаточно подробно излагал, вот как он сидел. Чего он хотел. Ну, с точки зрения сидельца хорошо написано. То есть, там тюремный быт, отношения туда-сюда. И читать интересно было. И вот, значит, вот этот персонаж прибыл. Он там такое нес. У меня запись есть. Такое. Под конец я думал, что собравшийся преподавательский состав университета, который никакими прокоммунистическими взглядами не отличается, я думал, его там и забьют. То есть, это настолько густая ахинея. Слов нет. Ну, а потом выяснилось, что он педофил. У него там изъяли полный компьютер детского порно какого-то. И как-то он подзатих. Ну, конечно, сначала рассказали, что это ему менты подкинули. Записали полный компьютер. Ну, как-то английские менты вроде таким не занимаются. А ты такой красавец. Вот интересно, что вы сказали ахинея про то, что нес Буковский. Буковский формировался в так называемом кружке шизоидов. Мамлеева, Головина. Были такие подпольные кружки. Знакомые кружки. Да. В Советском Союзе. И формировался он вместе с Александром Прохановым, с Александром Дугиным, с Джемалем. И это удивительно, насколько вот этот все шизоидный бред пророс вплоть до сегодняшних дней. Ну, ряд товарищей же вещает до сих пор. Еще как вещает. И Браханов наш великий русский писатель. Кто бы мог подумать. Вы посмотрите. Кстати говоря, у вас в телеграм-канале была потрясающая ссылка на книгу в интернете под названием «Черный интернационал. Война против России и война против Советского Союза». Вот эта информация уже точно сносит голову. Когда начинаешь понимать, что вообще происходит в государстве. Какие это люди на самом деле. За Родину страшно. Что делать? Организовывать свои кружки? Или что? Для начала нужно понять, что происходит. И кто эти люди на самом деле. Без сомнения. Мы же говорили про шахматную доску. Для того, чтобы что-то делать, нужно сначала понять, что за фигуры стоят на ней. И как эти фигуры ходят. Вот мы еще даже на этой стадии. Успеем ли они? Вот надо поторапливаться. Еще разок. Она продается? Не продается? Фишка в сети есть, нет? На сайте инвесин. Инвесин. Ру. Есть в серии «Реальная политика». Она есть в электронном формате. И издательство Кучково Поле допечатает по вашим просьбам вот этой книжки. Хорошая новость. Кучково Поле также допечатало уже книгу Вильяма Блума «Желтую. Секретные операции ЦРУ и Пентагона во время Холодной войны». Также допечатало книгу «Оранжевую». То же самое в постсоветский период. Так что, дорогие друзья, читайте на бумаге, кому это больше нравится. В электронном формате они все есть на сайте инвесин. Про что говорим в следующий раз? Про что говорим в следующий раз? Ну, у нас есть варианты. Можем посмотреть на холодную войну в культуре и подрывные операции Соединенных Штатов в пространстве левом. Есть очень интересная книга британского исследователя. Это женщина Фрэнсис Сонер Сондерс про то, как ЦРУ вели… Да, вот сегодня мы говорили про то, что они делали с нацистами и с неонацистами, как их использовали. Но, оказывается, левых они тоже использовали. И в Европе оказалась масса интеллектуалов, которых мы считали левыми. Или, по крайней мере, еврокоммунистами. Хотя это антисоветские левые. Но они и некоторые знали, а некоторые по незнанию участвовали в этом культурном фронте против Советского Союза. С левого фланга. Знаете, и к той книжке мы ее обсудим. Есть еще очень интересная работа другого американского исследователя. Мы очень хотели ее перевести. И автор книги, я с ним повстречалась, дал согласие на перевод. Однако, через несколько дней мне пришло письмо, что нет, мы не будем это переводить. Типа, да, не надо вам это знать. Но мы-то все равно будем это знать. Значит, книга называется The Mighty Wurlitzer. Что такое Wurlitzer? Wurlitzer – это марка органа. А на этой картинке человек с трубкой, даже если без глаз, это все равно Аллен Даллес. Аллен Даллес, да. И так далее. На котором он, по его словам, мог сыграть любую мелодию. И вот эта книжка про то, как... Могучий орган. Да. Как ЦРУ играла Америкой. Или Америку. Не знаю. И то, и другое, верно. Другое название вот той книги Фрэнсис Тонер Сондерс. По-английски Who Paid the Piper? Кто заплатил этому самому... Трубачу. Трубачу. А чего же они так не хотят? Странно. Но кто владеет английским? По-моему, главная прелесть американской свободы слова – это вот, да, читайте на здоровье. Она же напечатана. Она напечатана, но на русском незачем. И вот так лишать людей знаний... Да. Как-то совсем не демократично. Книга очень хорошая. Исследователь хорошо поработал. Да. При этом серьезные труды. Не какое-то там развлекательное учтивое. Силы вкладывали. Интеллект. Вон тут справочный аппарат. Все, как положено. Научный труд фактически. Англосаксонский ум крайне дисциплинированный. Давай сведем в таблицу. Покажи, где ты это сделал. Где ты это. Ссылки. И очень надежная информация. Они проверяют и перепроверяют. В отличие от нашей. От современной российской журналистики. Которой все меньше и меньше можно доверять. Да. Только если знаешь своих журналистов. Каким можно доверять. Только их и читаешь. Это для любителей этих журналистских расследований. В стиле Леши Навального. Сейчас показываем картинки смоделированные на компьютере. Это правда. Боже мой. Что творится. Ну, вы в своем уме. Познакомьтесь. Почитайте, как надо. Хорошая. Работа очень качественная. Работа очень качественная. И та книга «Культурный фронт холодной войны» Франсис Сонер Сондерс. Она пять лет сидела в архивах разных американских, английских для того, чтобы собрать информацию. То есть, это люди, которые годами, если не десятилетиями, работают над темой, прежде чем написать эту книгу. Очень хорошие и серьезные исследователи. Одна из лучших книг про то, как Соединенные Штаты интегрировали нацистский аппарат обратно в действие. Вот эта книга с «Блоубак» Кристофера Симпсона. Она, по-моему, в PDF есть на английском, но вроде бы тоже еще не переведена. Но вот это одна из лучших книг. Наряду с нашей книгой «Фашизм. Реинкарнации». С нашей, потому что мы перевели. Вообще, американский автор Мартин Ли. Она есть также на сайте. Ей можно скачать. А «Блоубак» – это что такое? «Блоубак» – это тот бумеранг, который обратно отлетел Соединенным Штатам за использование нацистов. Хотя отлетел относительно. Здесь расписывается все, как буквально каждый день происходило. Портреты на обложке. Это Джордж Кеннон, американский дипломат, который разработал стратегию сдерживания Советского Союза. Сдерживание звучит прилично, но на самом деле это очень жесткие действия. Рядом с ним ни много ни мало тот самый генерал Рейнхард Геллин, глава разведки Восточного фронта, который оказался как раз рядом с ними. Ну, и сенатор Маккарти – радикальный антикоммунист. То, что это внутренняя американская политика и та истерия, которая была создана против левых. «Блоубак» – это какая-нибудь отдача, наверное? Да. Можно так переводить. Смотрите. Переводим. Да. Очень методично, детально описано. Мне больше всего понравилось, что они как-то это и не скрывали, ведь никогда. Нет. Назначая на официальные посты, да. Генерал Геллин, Рейнхард Геллин, генерал Третьего Рейха в 1956 году стал кем? Официальным директором БНД германской специальной службы Федеральной Республики Германии. То есть, организация Геллина превратилась в официальную спецслужбу ФРГ. По-простому. ЦРУ любила Геллина, потому что он кормил нас тем, что мы хотели услышать. Да, да, да. А вот еще чем он кормил, как раз это важно сказать. Эти сети Гладио создавались... Это была официальная и, конечно же, ложная причина на тот случай, когда Советский Союз начнет войну против Европы, завоюет Европу, а они будут действовать в тылу Советского Союза. По-английски они назывались stay behind the armies. Ну, конечно, Советский Союз не собирался никогда завоевывать Европу. И Геллин, вероятнее всего, это знал. Но ему нужно было продолжить войну против Советского Союза. Так же, как и его американским патронам. Употребляется термин московиты. Черезью, правда, не видел такого. Что характерно, они не столько коммунисты, сколько русские. И, друзья, еще про книжки я доскажу о этих двух. Но ваши комрады, Дмитрий, говорили о нескольких книгах Стивен Кинзер, «America's century of regime change from Hawaii to Iraq». Стивен Кинзер очень хороший автор. И это, безусловно, очень хорошая книга. Так что очень приятно встречать людей, которые так хорошо посвящены в американские дела. Джон Перкинс, «Новая исповедь экономической убийцы». Тоже хорошая книга с того, что предлагалось. В развитии нашего разговора по прогрецию Лилиатасос пишет. Можно я добавлю, отец сегодняшнего Кириакиса Мицатакиса сотрудничал с фашистским оккупационным режимом. Вы удивляетесь, Дмитрий? Нет. Сегодняшний премьер-министр, там других не было. Есть фотоархив, где он запечатлен вместе с немецкими офицерами. Уважаемый Лилиатасос, если бы вы могли прислать вот эту ссылочку, например, в почту на моем телеграм-канале, это было бы очень замечательно. И вообще, дорогие друзья, если у вас есть интересные материалы, пожалуйста, делитесь. Будет полезно. В соответствии с захваченными документами СС, чистка евреев во Львове, одна или несколько, принесло следующие результаты. 20 килограмм 952 грамма золотых обручальных колец, 35 вагонов мехов, 11,73 килограмм золотых зубов. Это вот эти замечательные люди. Бандеровцы и Ижи с ними. Это вот результат их деятельности во Львове после того, как туда пришли нацисты. Хорошая книга. Пришли они во Львов через 10 дней после начала войны. И тот самый Ярослав Стычков вошел вместе с еще одним нацистом по имени Теодор Аберландер. Аберландер – это так называемый социолог, который занимался теоретической частью порабощения восточных народов. Ну, и на земле так же действовал. И погромы, чистки всех национальностей – это дело рук вот таких теоретиков. Теодор Аберландер. Запомните это имя. Оно тоже постоянно... Он проходит через историю, потом во время Холодной войны много где встречаешь. Так. Из того, что есть на русском языке, вот такие замечательные книжки. «Грязная работа ЦРУ в Западной Европе». Советский Союз. Сразу. Абсолютно. Да. 83-й год. Военное издательство. Там какой год? В этих книгах... В этих книгах как раз и участвовал... Редактор этот Филипп Эйджи. Филипп Эйджи, да. Он вместе со своими коллегами очень качественная информация. Она частично повторяет... Она первой была издана еще до книги про Гладио. Но часть информации уже содержится в этих книгах. То есть, Филипп Эйджи в 60-е годы понимал, что на самом деле происходит. Еще до всяких расследований итальянского конгресса он, будучи внутри этого аппарата и зная, как он работает, прекрасно разбирался. Как-то странно. Я в детстве такие книжки любил, но они воспринимались как-то не так. Какие-то репортажи с Марса. Какое-то непривязанное к жизни абсолютно. А теперь наоборот. Совсем по-другому все это видишь. Знакомые сволочи. Збигнев, Бжезинский, госсекретарь. Знаете, доброму человеку сложно воспринимать вот такую информацию. Потому, что добрый человек проецирует себя на других. И не понимает, не укладывается у него в сознании, как можно творить вот такое. Ну, про Африку. Это у меня в детстве тоже было любимое. Как-то непрерывно какие-то наемники курсируют во главе с неким Бобом Денером. Непрерывно свергают правительство. Что-то там захватывают. Что-то там устанавливают. Не уставал поражаться. Здесь, наверное, про них тоже есть. И уже совсем для гурманов... Покажу для гурманов исследований. Что это? Итак, называется он Covered Action Information Bulletin. Секретная операция. Да. Этот журнал издавался небольшой группой... Чтобы всем видно было, держите. Небольшой группой американских исследователей. Здесь в нем содержится самая-самая качественная аналитика американских секретных операций тех времен. Где-то 60-е... Начиная с 60-х до 90-х. Он издавался вплоть до начала 90-х. И вы сейчас можете найти его в интернете. Но вот это самое лучшее чтение, которое можно обрести по этой тематике. Специальный номер о домашнем наблюдении. Ну, в смысле, внутри страны... Внутренним, да. Слежки. FBI изводчин. И об этом люди писали. Посмотрите. Взгляните, какой год. Опять Баксов. Дорогой. 78-й, да? 78-й, да. 78-й. Так. А вот выпуск зима 86-го. Это я куда-то не туда смотрю. Это фотка 78-го года. Это фотография 78-го. А сам журнал по всей видимости... 89-й год. Ну, вот еще один номер для примера. Специальный выпуск про нацистов, Ватикан и ЦРУ. Кто хочет узнать, чем занимался Ватикан. Замечательные священники во имя высокой веры и... В христианях. Еще как. Я бы отдельно отметил. Еще как. Это, кстати, применительно. Я больше любитель проуголовников почитать. Вот как только про мафиози читаешь. Если мафиози американские, то там все про деньги. А если мафиози итальянские, то там строго все заканчивается Ватиканом. Как они туда деньги таскают. Как им там способствуют. И прочее. Удивительно. Казалось бы. Вы же христиане. Что это такое? Зачем перевороты делать в Польше, например? Ну, зачем создавать ЦРУшные профсоюзы типа профсоюза Солидарность? Зачем вести подробную работу? Церковь... Это сетевая организация. Сетевые организации очень важны. Потому, что по церквам можно много чего спрятать. И вещей, и людей. В интернетах они есть. Да. Так что, пожалуйста... Больвийский переворот Клауса Барбье. Тебя-то как туда занесло. Еще как. Ален Далис и СС. А колония Дегнидад. Это одно из самых страшных мест на Земле. Какие-то мудреные пытки. Настоящая измена. Нацистские доктора в США. Мальтийские рыцари. Исследование по мальтийским рыцарям. Греческая гражданская война. Поддержка Контра. Богато. Надо почитать. Мальтийский орден тоже очень интересная организация. Вот оскорцение. У него же даже наш Юлиан Семенов интервью брал. Я правильно? То есть, он и не прятался ни от кого. Морда нацистская. Да. Как-то все рассказы про адские репрессии и прочее. И прочее. Что-то вас как-то недоловили. Недодушили. И не повесили вовремя. Такое количество этой сволочи в живых. И это было не так уж широко известно в советское время, наверное? Или было? Или не было? Ну, оно все время было как-то в общих словах, например. Вот совершенно понятно. Это ни от кого не скрывали, что орды украинских нацистов осели в Канаде. И у них эти нацистские организации функционируют. Но это какая-то такая мерзость была, о которой глухо говорили. Здесь приличная украинца. Вот какая-то сволочь там живет. И слава богу, что она там. А вот оказалось-то как. Теперь они тут. Да. И у власти в большой степени. Ну, если бы такие книги издавались... Говорили, что они массово бежали в Южную Америку. Типа в каком-нибудь Парагвае. В Аргентине. У них там целые немецкие поселки. Где только по-немецки говорят. Вот они там попрятались. Но как-то никто ничего не делал. Там речь про то была, что они только живут. Они обеспечивали подготовку кадров в школе, например, The School of Americas. Это школа, в которой готовили диверсантов для Латинской Америки. Она находилась в Соединенных Штатах. И все латиноамериканские подручные подразделения прошли в ней подготовку. Минирование, разминирование, пытки и так далее. И нации преподавали вот в этой школе, в частности. Для пыток используют пластических хирургов. Особенно специалистов по ожоговой хирургии. Чтобы понимать, как кого пытать. Где кого жечь. Ненормальные. Натуральные ненормальные. Вот в этом художественном фильме немыслимое... Когда один специалист пытает этого американца лишенного гражданства. И тут приходит другой специалист. С криками. Что это такое? Ты что вообще делаешь? Это что? Методичка для Уругвая 1985 года? Позор. Все по-другому уже. Сейчас мы будем... Нормальные пытки. А по-другому... Знаете, что теперь это название пыток? Сейчас это называется enhanced interrogation techniques. То есть, усовершенствованные техники допроса. Никакие не пытки. Чтобы вы знали. Это когда у нас любят цитировать гражданина Орвелла. У которого новояз и твои мысли. Это как раз про них. Назови вот так. Никакая ты не пытка. Нормально. А чего не так-то? Вот тебя положить на доску головой вниз и лить на тебя воду, чтобы ты захлебывался. Ты же не умрешь. Это раз. Вот ожоги мы тебе не наносим. Ты просто захлебываешься. Ничего тут такого нет. Так. Подопрашивали. Чуть-чуть. Ужас. Есть такая... Мы, по-моему, в прошлый раз уже... В один из прошлых разов я поминал... Есть такая... Да-да-да. Доктрина шока. Вот там начало. Как раз про пытки. Я в детстве, помню, читал отличный рассказ Станислава Лема. Где там пилота готовили к космическим перелетам. И там такое испытание было, когда его кладут в бассейн с температурой воды, как температура тела. Там запихивают ему трубки в нос, чтобы он дышал, не утонул. И, значит, не шевелись. А дальше слушай. Что с тобой происходит? Это так называемая сенсорная депривация. То есть, лишение. Когда от органов чувств тебе никакая информация не поступает. У йогов такое. Практикуют. Но поскольку йог не может лежать в бассейне. Они там в кельях замурованные сидят, чтобы света не было. Ничего. И слушают себя внутри. Ну, все мои знакомые йоги. Я когда-то увлекался. Все руководители. Все рехнулись благополучно. Это крайне опасное занятие. Сколько времени, часов или дней человек может проводить в таком состоянии? Он рехнется. То есть, это однозначно. Ты сойдешь с ума. Потому, что там... Ну, сознание не может функционировать без сигналов извне. А эти граждане все хорошо поняли. Вот тебе на башку колпак. Чтобы ты ничего не видел или не слышал. Раз. Вот тебе на руки картонные трубы, в которых ты ничего не можешь пощупать. Вот. Лишить тебя всего. Посиди. Посмотрим. Как ты тут запоешь. Запоешь. То есть... Это не считая методик физического воздействия. Страшные люди. Там наука привлечена. Как? Работа с мозгом. А давайте вот так. А на ком вы это, интересно, пробуете все? Откуда это у вас такие наработки? А что это у вас за ученые? То есть, доктор Менгеля... Это ваш человек, по всей видимости. Да? Что вы подобные вещи испытываете, проводите, внедряете? У меня тоже есть книжка про пытки. Отчет перед Конгрессом. Вот такая. Там тоже половина страниц черным зачеркнута. Ну, там имена, фамилии. Но в целом крайне познавательно. Что вы там устраиваете? Как-то здорово. Как только вас самих касается. Все на свете можно делать. Все что угодно и с кем угодно. Не задумываясь абсолютно. И при этом они создают принятие обществом практики пыток. Помните сериал «24»? Про антитеррористическое отношение, которое боролось. И захватывающий совершенно сериал. И смотришь, смотришь, и увлекаешься этим делом на одном дыхании, естественно. Но на самом деле позднее обнаружилось, что в большой степени одной из целей этого сериала было обеспечить принятие широкой публикой пыток. Потому, что там главный герой пытает постоянно кого-нибудь. Ну, очевидно же. Что дело-то полезное, нужное. Вот этот художественный фильм немыслимый. Он про это же. Там все время говорят. Вот он в городе спрятал две ядерные бомбы. И если он их взорвет, то ущерб обществу, количество убитых... Совершенно очевидно, что его надо пытать. И детей его надо пытать. И всех надо пытать. Ну, это здорово, конечно. Ладно, я могу понять, когда спецслужбы занимаются этим в обстановке глубокой секретности и никому ничего не показывая. Это какие-то разовые выходки. А это что такое? Вы чего вообще? Это же обработка сознания населения. И политическое обоснование, близкое к тому, о чем мы сейчас беседуем, это доктрина одного процента, которую запустил в свое время вице-президент Дик Чейни. Суть в следующем. Если вероятность того, что негативное событие случится... Вероятность один процент, вы все равно должны предпринимать все действия, как если бы была стопроцентная вероятность происхождения этого события. Рационально. Каждый раз какие-то... Я не знаю. Хорошо на мне волосы уже не растут. А то бы дыбом стояли. Кошмар. С одной стороны, как говорится, во многих знаниях многие печали. Но, на мой взгляд, не знать такое нельзя. Кто тебя окружает? С кем ты общаешься? Какие люди к нам лезут? Зачем? И с чем? На самом деле все-таки знания дают силу. Если ты знаешь это, ты можешь сделать что-то, предотвратить от худшего. Поэтому лучше все-таки знать. В свое время был удивлен, что она в оригинале звучит knowledge itself is power. Что по-русски несколько не так. Power она и сила, и власть, и все вместе. Поэтому знания, да. Гораздо полезнее незнания. Спасибо. Дарья Николаевна, приезжайте к нам еще. Обязательно. А на сегодня все. Дарья Николаевна, прийти с народом. ОПЕРА ФИЛЕНИЕ О avis